Рада представить вам моего собеседника, хирург Центра эндокринологии, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Дмитрий Германович Бельцевич. Дмитрий Германович, очень рада вас приветствовать. Здравствуйте, Дарья. Дружу рад. Несколько лет назад вы написали статью «Эндокринная хирургия. Новая старая специальность». И в ней вы ставите вопрос о необходимости выделения из общей хирургии эндокринной хирургии в отдельную специальность, как скажем, неверхирургия или кардиохирургия. В чем, на ваш взгляд, необходимость эта? Необходимость в том, что требуется большое количество знаний по этой специальности. И общий хирург, который не обладает этими знаниями, он, естественно, не может оказать неадекватную ни диагностическую, ни лечебную помощь в этой сфере. В данном случае именно необходимость мультидисциплинованного подхода, то есть таких синтетических хирургов, которые могли бы наладить связи с морфологами, генетиками, с радиологами, с диагностами и так далее. То есть понимали бы, можно было бы это сотрудничество наладить, оно и было необходимостью в создании эндокринной хирургии. Ну, плюс, конечно, большое количество больных, потому что сейчас эта ситуация несколько, с одной стороны, упростилась, с другой стороны, усложнилась, потому что, в общем, создана ассоциация эндокринных хирургов. Она активно работает, проводятся съезды. С другой стороны, наши коллеги-онкологи, к сожалению, ввели, умудрились это сделать, новый онкологический порядок в России, в связи с чем произошла определенная дезинтеграция в этой сфере. Когда мы любой свой шаг должны согласовывать с онкологами, которые не всегда, находясь в центрах амбулаторной онкологической помощи, владеют этой историей. И получается крайне некомпетентная история. Я надеюсь, что это переходный период, и когда-нибудь это разрешится. Но на данный момент эта ситуация становится ужасной. Ситуация в данном случае уже даже отклонилась от названия эндокринной хирургии. В общем, название этой истории называется онкоэндокринология. И онкоэндокринология, ее хирургическая часть, это как раз то, что стало необходимым в результате развития парадигмы нейроэндокринных опухолей. Потому что в целом наши подходы во многом поменялись. И вот эта очень востребованная мультидисциплинарность, иногда это не в одном заведении, чаще всего не в одном заведении. То есть мы сотрудничаем на удаленке с многими нашими коллегами, узкими специалистами. Но мы прекрасно понимаем, что именно вопросы организации здравоохранения в отношении нейроэндокринной опухоли имеют первостепенное значение. Вы представьте, что вы вам сшили, знаете, по Райкину замечательный костюм. Но отваливается центральная пуговица, и ничего не будет. То же самое, если у вас там воротник оторвался, все остальное замечательно. Невозможно здесь, не учитывая ни один из аспектов диагностики и лечения этого заболевания, невозможно правильно лечить больных. И вот это вот заужение, оттягивание одеяла на себя, оно привело к очень нехорошей ситуации. Надеюсь, будет выправляться. Ну да, хочется надеяться, чтобы этот переходный период как можно скорее закончился. А как много сегодня пациентов, которые нуждаются в оперативном лечении заболевания нейроэндокринной опухоли щитовидной железы, и какие это заболевания? К сожалению, отсутствует регистр в нашей стране, была попытка создания регистра. Но, к сожалению, это очень серьезная финансовая история. И это слишком разнородные больные, которые в силу вот этой дезинтегрированности нашей находятся у разных специалистов. Общего хозяина, в кавычках, в этой истории нет. Поэтому это заболевания желудочно-кишечного тракта, легких, эндокринных органов, эндокринная хирургия. Здесь стоит несколько отдельно. Общие хирурги и онкологи, которые занимаются проблемами кишечного тракта и поджелудочной железы отдельно. Таракальные хирурги в отдельной истории, нейрохирурги отдельно. И поэтому общей статистики нет. Мы можем, конечно, экстраполировать статистику международную. И она очень интересна. То есть, казалось бы, нейроэндокринные опухоли, кто о них слышал. Но по статистике 2004 года, американская и европейская, выяснилось, что этих заболеваний гораздо больше, чем, например, такого распространенного вроде бы, как рак желудка, рак пищевода. А распространена она больше потому, что эти больные просто дольше живут. То есть количество больных, оно зависит, например, с раком желудка, они заболевают и умирают. А пациент с нейроэндокринной опухолью, он может жить очень долго и получать за время своего существования огромное количество лечебных опций. И постоянно находиться в состоянии стабилизации, ремиссии и так далее. Это огромное количество больных. И они в результате по количеству преобладали над пациентами, у которых онкологические заболевания считались как бы эпидемией. И все это очень сильно развернуло всю эту историю, вот этот эпидемиологический ваш вопрос, он на самом деле то, из-за чего начались вот это вот ломание копий по поводу нейроэндокринных опухолей. Когда выяснилось, что нейроэндокринные опухоли имеют совершенно, ну не совершенно, но принципиально, другой подход в диагностике и лечении, что можно часть больных не оперировать, можно вести, можно пытаться поймать какой-то путь сигнальный в этой опухоли, как она работает, эта клетка, именно ударить по этому сигнальному пути. Либо с помощью радиоизотопа, либо с помощью фармпрепарата таргетного и так далее. И хирургия здесь во многих случаях вообще отошла на второй план, в большей степени только лишь для получения морфологического материала с целью выяснения вот этого сигнального пути. Поэтому в данном случае спектр хирургического лечения остался в большей степени только там, где возможно радикально вылечить или оказать долгосрочную циторедуктивную помощь. То есть тогда, когда можно убрать огромное количество опухоли и оставить какие-то остатки, с которыми потом бороться. Но уже не бороться с большой диссеминацией, с большой распространенностью опухоли. Только получить информацию морфологическую, генетическую, иммуногистохимическую. Вот, поэтому, конечно же, спектр, это очень большое количество больных. Я не готов говорить сейчас, это нужно показывать слайды, там на 100 тысяч населения, в какой локализации и так далее. Но это группа пациентов, которые, например, по желудочно-кишечному тракту увели больше, чем, например, пациентов с раком желудка или по отдельности с раком поджелудочной железы. Я же правильно понимаю, что нейроэндокринные опухоли это очень такая разрозненная группа новообразований, происходящих из нейроэндокринных клеток во всех частях тела абсолютно. У них разные локализации, клинические проявления, биологический потенциал опухолевых клеток. И подход к их лечению, он также разнится? Значит, естественно, локализации разные, особенности у всех разные, но принципы общие существуют. То есть, прежде всего, эти клетки объединяют то, что они вырабатывают какой-то эндокринный агент и отвечают на нейрогенную стимуляцию. То есть, вопрос о том, что в этих клетках есть похожие друг на друга, несмотря на разные локализации, сигнальные пути, на которые можно воздействовать. Понятно, что опухоль поджелудочной железы будет отличаться от опухоли щитовидной железы, но в целом принципы воздействия во многом будут... Я имею в виду опухоль щитовидной железы именно нейроэндокринной природы. Но в основные принципы воздействия будут в чем-то схожи. Поэтому, еще раз говорю, именно понимание природы этих опухолей, несмотря на разную локализацию, несмотря на то, что занимаются разные в целом специалисты, например, они всегда будут объединены морфологической службой, которая принципиально понимает, какие вопросы с помощью иммунгистохимических агентов нужно задать опухоли, чтобы выяснить ее нейроэндокринный характер, степень ее агрессивности, возможность воздействия таргетной терапии. На все эти вопросы будет отвечать грамотный, например, морфолог, который может ответить на вопросы практически по любой локализации, потому что он понимает этот принцип. Понятно, что хирург-уролог всегда никогда не полезет на заболевание щитовидной железы. И наоборот. Да, то есть, тут понятно, что вот тут как раз будет все отличаться. Понятно, что, в общем, здесь будут специалисты радиоизотопной диагностики, которые понимают, какие опухоли, какие изотопы лучше можно использовать, какие леганды, да, какие хилаты. И тогда мы будем знать максимальную информацию, опять-таки, об опухоли, о том, что она производит, о том, как на нее можно воздействовать, какой можно из существующих радиоактивных изотопов уже и с диагностической, или с лечебной ценой навесить. То есть, это поле так называемой тераностики, которое сейчас появилось, опять-таки, в связи с пониманием природы нейроэндокринных опухолей. И тут поле такое, что, например, Россия всегда являлась пионером в изготовлении радиоизотопов. Но радиофармпрепаратов на этих радиоизотопах практически нет. Да, и поэтому в данном случае это огромная проблема. Она только сейчас начинает сдвигаться с мертвой точки. А 20 лет мы стояли только на том, что мы свои радиоизотопы гнали за границу. Очень хочется надеяться, что это с мертвой точки все же сдвинется в ближайшее время. Мы уже сказали о том, что хирургическое лечение этих опухолей не так распространено. Я правильно же понимаю, что не так часто мы режем? Нет. Я, наверное, сейчас, конечно, очень сильно обидел хирургов. Нет, конечно. Во многих случаях радикальное лечение, если оно позволяет вылечить этого пациента, нужно прибегать именно к нему. И вот в чем тогда особенности хирургического лечения той или иной анатомической локализации? Ну, зависит как раз от анатомической локализации. То есть, если понятно, что, например, щитовидная железа или надпочечники, то есть, это та сфера нейроэндокринных опухолей, с которой я имею дело. Естественно, что мы всегда оцениваем операбельность этих пациентов, распространенность заболевания. Да, и если это заболевание распространено так, что мы не можем ничем помочь, мы как раз уже курируем историю с лечением там, таргетными препаратами, радиоизотопами, там, с химиотерапией и так далее. Понятно, что особенности хирургического лечения поджелудочной железы, например, понятно, что эти заболевания не столь чисты, и хирургия сложна, и она не столько сложна, сколько переоперационное введение этих пациентов. Например, операциями поджелудочной железы нельзя делать раз от разу, их нужно делать в потоке. Поэтому в основном на себя эту функцию берут хирурги, онкологи, которые оперируют рак поджелудочной железы. То есть для них нейроэндокринная опухоль поджелудочной железы может быть более легкая техническая история, но для тех учреждений, где это проводится, например, реанимационная служба и так далее, они к этому более приспособлены. И тут как раз не вопрос хирургии, а вопрос после операционного введения выходит на первый план, тогда, когда вылезают все основные осложнения. И тут как раз квалификация анестезиологов-реаниматологов вылезает на первый план. Поэтому еще раз говорю, здесь вы говорите, понимаете, о хирургии, это хирург со скальпелем. Но уже такого давно нет. Мы одни, работать не можем, понимаете. Мы получаем определенные задания, мы часть команды. И говорить о том, что все зависит от великого хирурга, это смешно. Хирург, золотые руки, лично у меня вот это выражение вызывает уже просто классическое неприятие, понимаете. Потому что не руки тут уже главное, даже, опять-таки, не пресловутая голова, а команда и понимание себя в целом в этой мультисциплинарной команде, что ты можешь, и когда ты вовремя должен что-то кому-то передать, как скоординировать и так далее. В этом большая беда неправильного лечения нейроэндокринных опухолей. Действительно, из интервью в интервью мы сегодня говорим о том, что очень важна сплоченность команды, очень важно, чтобы все ее члены друг друга понимали. Главное, чтобы она вообще была. Да, главное, чтобы она вообще была. Дмитрий Германович, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо.